Мои хорошие, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы с вами начинаем новый влог. У меня сейчас просто замечательное настроение, хотя, знаете, часа так два назад его не было. Я была какая-то грустная, скучная, но потом решила привести себя в порядок, как вы видите. И не зря говорят, что дайте время женщине привести себя в порядок, ведь она сама себе создает настроение. Так оно и есть. Хочу с вами поделиться. Если у вас плохое настроение, улыбайтесь, весь жизнь прекрасна. Девочки, ну что, я расскажу вам наши новости на сегодняшний день по поводу Кирюхи. Что мы решили, как и что. Во-первых, девочки, мы у него забрали телефон. Да-да, мы решим таким делом, что мы ему давали телефон. Он что-то смотрел, потом просто его ложил, игрался. Он был у него, знаете, как на заднем фоне телевизор, грубо говоря. Сейчас этого нету, мы убрали. Он просит мультики, он просит телефон. Конечно же, не без этого, но мы включаем на телевизоре. И знаете как, включаешь не каждый день. Вот вчера мы ему включили, он посмотрел половинку даже мультика Мимимишки. Все, ему стало скучно. Пошли поиграем или еще что-то. Мы идем играть. Как-то он сам играет с машинками. Читаю ему девочки книжку. Не хочет вообще ни в какую. Вчера он не вообще свет выключал. Я так сижу, включила, и у нас там этот котик стоит. Вот я ему включаю этого котика. Он рычит, ну прям не любит, не хочет. Но я все равно читаю. Вот, по поводу вот этого диспансера, куда нас отправили, что мы решили. Переговорили с мужем, поговорила с мамой, с воспитателем даже поговорила. Решила так, девочки, что я позвонила, все-таки записала. И записала ли нас на понедельник, на полпятого. Кирюху отведу в сад до трех часов. Потому что мне надо будет ехать по поводу медкомиссии проходить. И уже до трех часов я вернусь, его заберу и съездим. Просто хочу, знаете как, послушать, что скажут. Возможно, как бы увидя самого ребенка, да, а не просто отправив нас в этот диспансер, не видя ребенка. Вот, мне скажут, успокойтесь, мамочка, не трогайте его. Или просто скажут, что реально просто отведите его к логопеду. А может, и как говорят, что к логопеду надо водить попозже. Не знаю. И еще разговаривала, когда с воспитателем, рассказала эту всю ситуацию. Она мне сказала так на меня, когда я сказала, что у нас правили сам диспансер. Она так нахвурилась. Куда? Не надо вам туда ничего. Даже, говорит, не думайте. Меня смущает, девочки, потому что я читала как бы отзывы, что вообще пишут про врачей. И вплоть до того, что там назначают фенибут, который нам явно не нужен. Даже если его назначат, я ему давать не буду. Ну, как бы не вижу я надобности Кирюхи назначать фенибут, чтобы мы его пропивали. Но посмотрим, что скажет врач вообще, что и как. Еще, знаете, зависит от того, к какому врачу попадешь. Потому что, идя даже к неврологу, я думала, сейчас как она нам выпишет, невролог сказала нам, ничего не надо, просто вот в ментальный этот центр, чтобы с ним проработал логопед. Вот, не знаю. Посмотрим. Будем уже плясать оттуда вам. Вот, в понедельник мне еще надо будет самой ехать, проходить медкомиссию. Как медкомиссию гинекологу, мне надо там сдать анализы, все вот эти вот дела. Вот, на вторник, девочки, меня записали на прививку. Не хочу. Но куда деваться? Даже просто элементарно, уже сколько раз я проезжаю мимо нашего торгового центра, и я вижу реально, как что там перекрыли вход, и просто стоит человек и проверяет у людей что-то в телефоне. Что можно проверять, кроме QR-кода? Ничего. Вот, так что такие дела. Сейчас мне нужно приготовить ужин, и хочу навести порядок в холодильнике. Вот, пока там не загружены продуктами. Вот, протереть полочки, все, что мне там не нравится, помыть, почистить, чтобы он был чистый и красивый. Так что вот такие вот дела. Настроение у меня хорошее. Я вообще, если честно, люблю собираться, краситься под музыку. Прям такой у меня релакс получается. Вот, я, наверное, думаю, что вы видите по мне и по моим эмоциям, по моим разговорам, что да, я сегодня веселая. Надеюсь, мне настроение никто не испортит. Вот, так что пошлите, вы, конечно, будете со мной. Как красиво насыпется снег. Ну, наверное, на видео так видно не будет. Так прям мелко-мелко. И такой, знаете, как будто туман. Ну, сегодня у нас обещают ноль. Вряд ли он у нас останется. Завтра тоже обещают. Мокрый снег, правда. Но 7 градусов тепла. Поэтому это просто вот, мне кажется, сейчас посмотреть, полюбоваться, похайфовать. И, к сожалению, он растает. На ужин хочу сегодня сделать скумбрию в духовке. Я ее уже почистила, помыла, распотрошила. Сейчас порежу. Она у меня не полностью разморозилась, чтобы совсем такой дрысли не была, знаете. Сейчас замариную, чтобы она у меня где-то с полчасика постояла. И, кстати, вот я люблю икру. Не знаю, с любой рыбы люблю. Антон у меня, конечно, нет. Не его, как говорится, продукт. А я вот очень. Вот сейчас буду использовать, как обычно, в принципе, перец, приправа для рыбы и соль. И, конечно же, добавлю лимон. Обычно добавляю, если есть эссенция, но у меня ее нет. Поэтому половинка свежего лимона. Вот. И постоит. В фольгу заверну и отправлю в духовку. Не знаю, правда, как будет, конечно, Кирюха отнесется к рыбе. Что-то он не взлюбил ее. Не знаю, почему. Вот. Но хочется разнообразия и хочется рыбки. Думаю, Антошка против не будет однозначно. Мне вот скумбрия очень нравится, как она прям получается в духовке. Все. Сейчас хорошо выжать лимонный сок. Помочь можно ложкой. Прямо, чтобы по максимуму. Все перемешаю. И пусть стоит, маринуется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Решила я, девочки, готовить кушать уже, когда приду домой с Кирюхой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА сейчас сейчас такая погода что это непозволительная роскошь для меня ходить без головного убора вот у меня всегда с детства было больное место это мои уши поэтому надо берите вот сейчас быстро одеваюсь и за кирюхой антон сказал что завтра работает так что завтра будем кирюхой вдвоем ничего страшного все ой торопишься и получается что не получается вот неправильно не застегивается у меня куртка торопиться называется не надо кстати девочки у нас еще такая погода знаете а я еще в сапогах осенних то хожу таких особо морозов нет так вроде бы переоделись уже в зимние кирюху конечно уже одеваю шапку зимние все но пока вот я хожу в осенних сапогах все девочки я побежала за кирюхой ребенок увидел снег точнее остатки от него около дома ага пошли сына ну пошли не надо так садится сынок идем вот выпадет много снега будем с тобой лепить идем выпадет много снега будем с тобой лепить снеговика идем пошли да и что кирюш и я думаю как прилети прилети аж а что дед мороз привезет Попуганьки. Пошли, подарки. Вот так вот выкладываю нашу рыбу. На низ нарезала много, прям две луковицы. Сейчас вот так вот заверну конвертиком. Края закрою. И все, я отправлю в духовку. Духовка уже разогретая. Сейчас буду готовить гарнир. Вы сейчас скажете, что я сошла с ума. Ай, девочки, вычитала новый рецепт, как вкусно приготовить рис. Я его промыла, прям чтобы вода была чистая. Налила масло. И по рецепту приготовления такого вкусного риса, его, девочки, надо сначала обжарить. Не знаю. Ну, попробую обжарить, что мне стоит дом построить. Нарисуем, будем жить. Вот, и обжарить, потом залить водой. И уже когда приготовится, добавить кусочек масла. Вот, и приправу там показывали, прям в рецепте, ролл там. Вот такой вот куриный. Но у меня говяжий, добавлю говяжью. Не знаю, девочки, что получится. Вот, на семерочку. Сейчас я его быстро обжарю. Для меня это новенькое. Вот, ну, в жизни нашей надо все пробовать. Возможно, реально так будет вкуснее. Не знаю. Вот, давай, нравится приклеить. Много тучек? Ну-ка, посчитай, сколько? Один, два, три, четыре. Четыре тучки, да? Давай дальше. Рещёнка, рещёнка. А, солнышко. Да я вижу, ну что ж так открыла. Это что такое? Ну-ка. На ёлке висит один шарик. Где шарик тут? Вот шарик, да. Нарядить. А нам надо один? Нам надо её нарядить. Ну-ка, ещё нам надо погоняйте найти. Подарки? Да вот же лежат подарки. А ещё нам надо сделать одну вот сюда вот звезду повесить. Давай нарядим ёлочку. Давай. Сегодня у нас... Ну-ка, смотри, где игрушки? За место книжек, скажи, у нас сегодня на клейке. А вот это звёня. Ну, давай, какую будем игрушку? Давай. А, звёздочку сначала. Давай. Оп, тяни. Тяни, тяни. Тихо, тихо, тихо. Молодец. Давай. Звёздочка должна быть на вершине ёлки. Давай, делай красиво. Новый год. Новый год, да. С ним придёт? С ним, да, идёт. А где друзей? Друзья. Друзья. Ну, мы нарядим ёлочку. Её же надо нарядить. А потом будет Новый год, они придут. Давай, бери шарик. Да, я, 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 я. Давай, бери шарик. Аккуратно. Вот. И приклеивай давай на ёлочку, где тебе нравится. А-а-а. Ай, дюка. Ну, надо было аккуратнее. Сейчас не отклеишь, наверное, Кирюша. Ну, аккуратно отклеивай. Тяни, 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 тяни. Ну, быстрее чуть-чуть. Просто держи её хорошо, чтобы она... Вот так. Давай в другое место приклеивай. Выше хочешь? Давай. Вот так. И ещё. Да, ещё у нас. Какого цвета остался шарик? А? Какого цвета шарик? А-а-а. А-а-а. Зелёвый. Розовый. Розовый. Правильно. Давай. Ну-ка, теперь считай, сколько у тебя шариков? Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Семь. И одна звезда. Это восемь? Нет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь игрушек и одна звезда. Да? Да, да, да. 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 Ну что, мои хорошие, я в своей ванной сейчас буду умываться, смывать макияж, если честно, не хочется. Мне прям сегодня нравятся мои глазки. Но надо и хочу сделать опять вот эту вот маску. Я тут потеряла, не знаю, куда она делась, закруточку вот эту вот. Но буду пока использовать. Мне вот она понравилась. В прошлый раз, знаете, как-то быстрее всё подсушила, быстрее всё проходило. Сейчас у меня опять вот есть пару друзей, причём такие, знаете, глубокие. Вот. Так что, девочки, по поводу риса. Я, конечно, не знаю, я его не пробовала, но Кириллу притал за обе щёки. Ему понравилось. По виду могу сказать так, что он какой-то, получается, больше рассыпчатый. Ну, в принципе, там масло, по-любому он получится таким, но какой-то такой интересный. Вроде бы получился. Самое главное, вкусно. Всё. Что ещё надо? Да. Поэкспериментировала, попробовала, и то хорошо. Вот. Я кушала рыбку, салатик ещё нарезала с капустой, и такой был у меня сегодня ужин. Вот. Так что, буду умываться, делать масочку, кайфовать. Завтра мы с Кирюхой будем вдвоём. Вот. Так что, такие вот у нас делишки. Кирюха там играется в машинке. Девочки, какой он там сейчас навёл бардак. Там всё просто разбросано, вывернул корзинку с игрушками. Короче, счастливый, довольный ребёнок. И то хорошо. Ну, мам, что-то он там хотел найти, не смог сам найти. Мама, помоги. А в итоге просто всё вывернул. Ну, вообще. Вот как она будет сейчас. Красотка. Вот. Так что, такие вот у нас дела. Буду умываться. Попрощаюсь с вами такая красивая, и пойду дальше умываться. Спасибо вам огромное, что вы у меня есть. Всех вам благ. Всего хорошего. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok